Женского воя по потерянным навсегда детьям и мужьям, вздохов унизительного бессилия перед историей, которая иногда поворачивается к людям не ликом Божьим, а зверелой малюта скуратовской мордой палачества по отношению к собственному народу. Несколько теперешних московских стариков и старушек полвека прятали в памяти своей одну страшную тайну и чудом уцелели именно благодаря своей неболтливости. Только теперь гласность позволила им развязать языки и рассказать, что, оказывается, в самой центре нашей столицы, на Каледниковском кладбище, существовало, существует доселе безвестный московский Бабияр, а враг куда в середине тридцатых годов, под покровом ночи, приезжали грузовики со страшной в данном случае надписью «Мясо», приезжали с Лубянки, с Лефортова, из подвалов военной коллегии с улицы 25 октября и вываливали голые трупы с дырками на голове, заткнутыми тряпицами. Эти люди, убитые люди, были когда-то выдающимися революционерами, выдающимися... Это был цвет нашей армии, цвет нашей интеллигенции, рабочий. Это были коминтерновские активисты. А в 1953 году, чтобы спрятать эту кровавую тайну, насыпали поверх этой ужасающей братско-сестренской могилы землю, объявили здесь официальное кладбище и стали хоронить других людей, мертвых людей, ни в чем не повинных, поверх других людей, замученных, тоже невинных, чтобы засыпать память, задушить память прахом бурьяном. Но если рукописи не горят, как сказал Булгаков, то не горят и те незримые клавиры, на которых история запечатлевает трагическую музыку стонов, предсмертных криков, плачей. Так Шостакович только записал уже написанную историей 13-й симфонии. Так и Артемов уже записал, перевел в ноты продолжение этого великого незримого клавира. Когда-то Герцин сказал о писателях, мы не врачи, мы боль. Это можно сказать и об искусстве вообще, в том числе и о музыке. Ибо развлекатель, когда искусство становится развлекательством, оно не врачует народных ран, а лишь прячет гнойные раны под яркой косметикой. Истинное искусство осмеливается врачевать народную боль болью. Реквием посвящен великомученикам нашей земли, жертвам сталинизма. В качестве текста использованы древние канонические латинские тексты, служившие для киталических прелитургий. Но реквием этот посвящен не православным только, не католикам, не только евреям или мусульманам в отдельности, а всем им, даже включая и атеистов, ибо все они были уравнены жестокостью пыток, жестокостью страданий. И все они представляли многонациональный, многоверующий народ наш. Это их голоса, идущие из-под земли. Вы услышите сегодня в этом хоре. Сталин был уж не так страшен сам, как страшен именно сталинизм. Что мы подразумеваем под сталинизмом, жертвам которого посвящен этот реквием? Это то, когда государство ставится выше человека. Это то, когда демагогически манипулируемые классовые интересы ставятся выше общечеловеческих ценностей. Это то, и много можно перечислять и других качеств сталинизма, но все мы знаем, что, как показывает история, результат сталинизма таков, что от этого пострадали и человек, и государство, и общечеловеческие ценности, и сами классовые интересы. Такой исторической концепции, такой кровавой манипуляции человеческими жизнями, якобы во имя человека, мы говорим нет, ибо почти каждая семья наша пострадала, и от второй мировой войны, которую мы у нас называем великой, отечественной, называем это по праву, Но ведь каждая наша семья, почти каждая, так же пострадала и от войны с собственным народом. Чтобы такая трагедия никогда не повторилась, мы не должны позволять нашей памяти позорное избегновение правды. Мы должны лечить самих себя и учить наших потомков очистительной памяти. Только тогда все религии и сольются в единую религию, которой не должно быть выше. И имя этой религии сам человек. Только тогда все политические правды сольются в единую политическую и социальную правду, которой тоже не должно быть выше. И имя этой политической и социальной правды сам человек. А понятия человек не существует без понятия человечности. Именно этому и посвящен замечательной реке, которую сейчас услышу. не существует... АПЛОДИСМЕНТЫ depend fentzu АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Спасибо. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...